МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По эфиру новины Витебской в области у студии Ганна Рустикова. Витаю вас! Подрыхтовка до пятого Усебелорусского народного схода протягивается на Витебшине. В районах вылушаюсь делегату. Удельников народного веча уже обрали в Брасловском, Половском, Мью-Йоркском, Талашинском и Городовском районах. Усягошу важнейшие громадско-политичные подеи примутю дел 2,5 тысячи человек. По 350 с кожной в области. Это люди самых разных профессий, педагоги, военные, простовники АПК. Спис делегату от Витебской в области вывушили наши корреспонденты. Кожный регион Беларуси накируя на народный сход своих простовников, их колькость залежит от колькости дорослого насельства. У Витебской в области самое шматликое представительство будет у города Витебска, больше за 100 человек. Вся работа в области организована в соответствии с 104 указом президента. Создано 27 организационных комитетов. Прошли, в соответствии с планом мероприятия, уже прошли выборы уполномоченных. Избрано 6 601 человек. Городотский район самый полночный в области. Тут проживают больше за 20 тысяч человек. На пятом уся Беларусским народным сходе его представить 7 делегатов. У их лику Алена Крауцова. Педагог с 20-ти годовым стажем признается, у делу в народном сходе для ее великая отказность. Я как заместитель директора была выдвинута своим коллективом. Хочется знать перспективы развития системы образования. В частности, системы профтехообразования. Для того, чтобы готовить рабочие кадры. Светлана Зуева, узначальвая Городотский районный совет депутатов, я ей кандидатуру одиноголосно подтрымали улику перших. Тому, что основное потребование доудельников уся Беларусского сходу быть специалистом у своей справе и рашать проблемы, яке хвалюют громадство. Для меня, как председателя районного совета депутатов, конечно, это почетно, важно. Депутаты являются связующим звеном между властью и народом. Депутаты городокского района примут самое активное участие в решении тех задач, которые поставит перед нами руководитель нашей страны. Имена у всех делегатов от Витебской области станут вядомы и 19 мая. Усе белорусский народный сход – это одна из важнейших форм у народа уладзе у Республицы Беларусь. Его удельники оценивают деянность улады на протягу опошних пяти годов и вызначают основные накерунки социально-экономичного развития державы на наступную пятигодку. Первый усе белорусский народный сход отбылся у Кастрышнику 96-го. Больхаш Маргун, Марина Романовская, Александр Петровецкий, Новины, Городок. Летость Новополоск стал лидером сяродградов Витебской в области по выниках работы экономичного сектора. Все лето тут так само означается становшая динамика по основных показчиках эффективности народной господарки. Середняя заработная плата у Нафтограде зараз коля 8 миллионов рублей. Разом с тем на мясцовом рынку праса заховывается напруженная ситуация. Головный способ выращения проблемы – створение новых просоуных мест. Над этим пытанием сегодня прасуются не только предприемства державной формы властности, а и приватный сектор экономики. В первом квартале 2016 года у Новополоска появилось 14 новых организаций, которые уже начали свою деятельность. За первый квартал текущего года уже создано 83 дополнительных рабочих места. Мы ожидаем, что произойдет ввод в эксплуатацию новых установок на Нафтане. Это тоже даст дополнительные рабочие места. И такие рабочие места именно инвестиционные, высокотехнологичные, инновационные. Ну и параллельно, конечно же, мы доверили задания соответственно нашим предприятиям, коммунальной собственности, городским предприятиям о создании дополнительных производств. Медицинская техника для лечения хворобов. В Витебску протягивается презентация продукции Елатомского приборного завода. Предприемство Сярутынших некольких годов представляет Россию на престижной международной выставе «Медика», яка что год проходит у Германии. На ее выставляются медицинские приборы, обсталевания с краян Европы, Азии и Америки. На этом три дня башить и набыть продукцию Елатомского приборного завода можно и у Витебску. Медицинскую технику презентують в магазине «Оптыка» на проспекте Будуникоу, 6, 17 по 20 мая. Подребязности у наступном материале. Эти приборы можно использовать дома при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы, лор болезней, геморроя, простатита, травм и ожогов. Самые популярные аппараты Елатомского приборного завода – «Алмак» и «Мавит». Они воздействуют с помощью импульсного магнитного поля и помогают снять отеки, воспаления и боли. «Алмак» действует в соответствии с биоритмами организма больного и способствует более качественному лечению широкого спектра заболеваний практически всех органов. «Алмак» применяется для лечения остеохондроза, заболевания суставов, гипертонии, варикозного расширения вен, тромбоза и тромбофлебита. Аппарат накладывается на больное место и для эффективного лечения любого заболевания в год необходимо поддерживать несколько курсов лечения. Другой популярный прибор – «Мавит» предназначен для лечения хронического простатита. Это уникальное физиотерапевтическое устройство использует три фактора – тепло, магнитное поле и вибрацию. Дает устойчивый и более быстрый лечебный эффект. В отличие от «Алмака», «Мавит» – прибор узкого спектра действия. Применяется только для лечения хронического простатита, а также на фоне аденомы первой и второй степени. В холодное время года с простудой помогает справиться аппарат «Унилор-01». Этот аппарат воздействует сухим дозированным теплом. Им можно прогревать ухо, горло и нос. Этот аппарат также применяется в комплексной терапии, а также на фоне аллергического ремита. Продукцию Елатомского приборного завода можно приобрести и в Витебске в магазине «Оптика» по адресу проспект Строителей 6. Проконсультироваться со специалистами можно с 17 по 20 мая ежедневно с 10 до 18 часов. Телефон 27-17-54. Ольга Шмаргун, Леонид Табула, Новости, Витебск. Незвышанное семейное святость нашло прописку у везд Цезаронова Витебского района. Гули у бабули собрали не только у дельников бесплатных курсов умова на нова, а и у сих аматоров белорусского слова. Як Виталий, чем забавляли гостей на гостиной белорусской земли? Ведая Инна Кирьенкова. Атмосфера белорусскости и национальной едности пановала на святе. А пачалось все со спеуного сходу, який проводил солист белдяж филармонии Сержук Доугушев. Разом с ним усе гости спевали вядомые белорусские песни, водили карагоды. У незвычайном формате селита вырошили провести свой выпускный баль организаторы бесплатных курсов умова на нова. А роль у госпады не свята отвели керавнику Зароновского музея. Маем гонор принять людей, а для нас еще чему быть это знаково, потому что мы зараз святкуем 30-ти годзе нашего музея. Мы уже целый год ведем некие импрезы, выдание книги одной, створение кинофильма, зараз выдание другой книги моей. И да, рослые дети с задовольнением бавили час у малявничей везцы Заронова. А позабавиться саправды было чин. Народные умельцы и рамесники охотно пропоновывали свои вырыбы, кожная из яких мая магичный сенс. Вот такие маленькие горшочки, они называются шептунки. И, когда угодно, хозяйка берет его и шепчет туда какие-то пожадания. Пошептавши, она его ездит не где там, где она частей за все находится. Майстры охотно делились своими сокретами, давали майстер-класс по керамеце, флорыстыце и розьбе по древе. Спродвежно беларусские промыслы, які корысталися попытам у наших протков. А гостинные госпады неветливо запрашали посмаковать беларусские стравы. Сталы просто ламелись от пачастунков. А подбадзервала настрой беларуская песня. У першиню до семейных отпачинку на природзе долучился столичный беларуско-молный горд «Реликт». У дельники свят активно подпевали музыкам, демонструючи свою едность и солидарность с беларусской песней. У нас медовый кермаш у Заронова. Нарышце Зароновская столица медовая, она показала свой статус. У нас есть разберы, у нас есть флористы. У нас, как можно сейчас почувствовать, паусюль спевают песни, дякуюсь, что Сержуку Догушеву солисту бил в филармонии. Вот такое свято отрималось, и я думаю, что оно будет иметь в протяге, как отрималось выпускным, а вона новая вельми великая. Дает почить душой можно только на семейном святе, где владарит любов и повага дародной мовы и культуры. Инна Кириленкова, Леонид Табула, Новины, Витебский район. Первый в Витебску магазин ювелирных выработал ювелир Карату. Шарговый раз объявил об привабной для своих клиентов акции. У этой по-соправдаму весенние дни кожная женщина ждет выглядеть пригожа, а тому есть выдатная нагода выбрать с собой довольное скравое у пригожане. Деяк, это можно сделать, ведут наши корреспонденты. Специально для тех, кто хочет быть в центре внимания, появилась великолепная возможность воспользоваться отличной акцией от ювелир Карат. Только до конца весны в сети магазинов можно получить 20-процентную скидку на изделия из серебра, а также 30-процентную скидку на золотые изделия. Кроме этого, снижены цены и на украшения из бриллиантов. Приобрести теперь их можно и по упрощенной схеме. Магазин предоставляет возможность купить по карте халва. До 31 мая рассрочка действует до 4 месяцев с сохранением скидок. Близится сезон свадеб, а потому отличным вариантом для покупки обручальных колец станет именно магазин «Ювелир Карат». К слову, выбор здесь от помолочных колец до украшений для выхода на торжественные мероприятия. Кроме изделий с бриллиантами, изюминкой магазина является коллекция «Итальянское лето». Изделиям нет аналогов. В браслетах из золота и серебра применены передовые технологии. Производитель – крупнейший ювелирный холдинг «Альфа Карат» – город Санкт-Петербург. Найдет, чем удивить ювелир Карат и мужчин. Вниманию представлены различные печатки, запонки, цепи, браслеты и брелоки. Всего же в магазине в продаже около 10 тысяч единиц ювелирных изделий, приобрести которые вы можете по адресу город Витебск, улица Ленина, 1. Ольга Шмаргун, Леонид Тобола. Новости. Витебск. У Витебску финишовало открытое першинство в области по водным полу, просвещенное памяти нашего земляка, воина-афганца, героя Советского Союза Василя Пименова. Конкуренцию белорусским командам на споборницах склали ватерпольные дружины с России и Украины. Об особливостях этого старта у призерых и переможцах расскажет наш корреспондент Сергей Мисурагин. Все лето Витебский ватерпольный турнир собрал 10 команд с Беларусью, Россией и Украиной. Яху особливость заключается у тем, что белорусский старт заявляется пешим с поборницей на территории СНД для самых юных ватерполистов. Это наше первое соревнование для такого младшего возраста. Мы проводим эти соревнования на пределах высшего Советского Союза. Все очень всегда рады к нам приехать. И это моего осмотр самого маленького поколения. То есть это воспитанники четвертых, пятых классов. Этот турнир хорош тем, что он проходит в удобное для нас время. И мы привозим детей самых младших. У нас в России по такому возрасту еще не проходят турниры. А здесь у вас в Витебске как раз задействованы этот младший возраст. Сельта с поборницей поширили и свою географию. Разом с постоянными удельниками ватерпольными командами с Харкова, Одессы, Москвы и Саратова у спрежку за узнагороды включился и коллектив из Воронежа. Наставники детяших команд добре разумеют, что треба выкоростовывать любую махчимость, как их подопешные отримали гульнявую практику. Отримали осолодовцу стрэш и не записывали настрои, навод кали проиграют. А ящен обыли новых сабро и познаемилися со старожитным городом над звеной, что так само вельми важно. Мы вчера ходили на экскурсию по вашему городу, посетили Вечный Огонь, прошлись по достопримечательствам по вашим. Дети очень довольны. Сделали фотографии. У нас в Саратове наша школа ведет интернет-сайт. Придем, приедем домой, выложим фотографии, чтобы родители видели. Будем ездить сюда до пенсии. Вожу уже, наверное, шестой свой набор. Это самые младшие дети. Конечно, мы все приезжаем за победу, но не всегда получается так, как хочется. Поэтому будем бороться за третье-четвертое место завтра. На этот раз организаторы поделили у дельников на две подгруппы. У них ишла отчаянная боротьба за выход у финальную частку турниру. Без боевых затримок всю дистанцию четырехденного ватерпольного марафона удалось опрасти команде города Харкова. На другом месте опынулись новобранцы с поборницей у сборная Воронежа. Москвичи замкнули прозовую тройку. Наши земляки опынулись на пятом месте, но тренеры трагедии с этого не работают. Для выхованцев специализованного класса 18-й середней школы Витебска это была только первая проба пера у спортивной карьеры. Сергей Мясорогин, Дмитрий Котов, Новин Витебск. На этом наш выпуск завершен. Прогноз на дворе представляет компания «Макдональдс». Счастье по всему, где есть хэппи-мил. Открывай, веселись, вылучай. Встречай любимых героев «Энгри Бёрдс» в «Хэппи-мил». Запускай веселье! Подробности о коллекции и новой игре «Энгри Бёрдс» – экшен на «Макдональдс.бай». Уближайшие сутки в области будив облачное с прояснениями на дворье, ночью месяцами, днем на большей части территории – краткочасовая дождь. Днем у особенных районах на вольнице, ночью ранится, местами слабый туман. Ветер неустойливый – 2-7 метров за секунду. Днем про на вольницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 2-7, днем 12-17 градусов тепла. У Витебска днем короткочасовый дождь, температура по ветру ночью плюс 6-6, днем 13-15, выше и за ноль.